Ну, здесь мы можем увидеть, в принципе, на что похоже сейчас ВДНХ, это ноябрь прошлого года. Мы видим высушенные фонтаны, былое величие Советского Союза. И много заброшенных территорий, которые были раньше фермами. Экспериментальными, но эти деревья уже отживают свое и просто превращаются в пустоши. Еще не превратились совсем, но в скором времени, буквально год-два. ВДНХ является одним из... это уникальное место для Киева, в принципе. Потому что ВДНХ есть в Москве и в Киеве. Еще подобные комплексы есть в Риме. Это Экспо как-то там, не помню еще название. И, по-моему, в Мексике есть. Такие территории огромные на окраинах городов они строились для очень больших торжественных мероприятий. И, в основном, во время тоталитарного режима в этих странах. То есть, допустим, во Франции можно сейчас... Ну, такое пространство есть в Версале, но это уже другая история немного. ВДНХ является одним из когнитивных маркеров Киева. То есть, это, в принципе, место, без которого, может быть, Киев был бы невозможен тоже, как и без Подова. Территория ВДНХ занимает 286 гектар. У нас 154 гектара леса. Он с правой стороны отделен от Национального парка Голосеевский заборчиком. По-моему, там просека есть. Но, в принципе, это такой же лес. Он дикий, более дикий, чем Голосеевский, потому что там вообще никто не убирает ничего. Но это и хорошо, с твоей стороны, потому что экосистема развивается более стабильно. Людей меньше, зверей больше. Настоящий зеленый оазис. 90 гектар исторического ландшафта, который очень долго строили для церемониальных мероприятий. И он содержит исторические памятники. И 42 гектара это территория, на нее был проект, но она не была развита, застроена в соответствии с ним. Поэтому там сделали сады и фермы. Еще там лошадей сейчас выпасают. В общем, там непонятно, что там творится. Пустошь. Велоспедные дорожки там есть. Слайд. Вот. Это, собственно, та сторона, где пустошь. Тут даже есть такое озеро, которое омелело почти. И домик тоже. Это домик, это один из павильонов, который заброшен. То есть там ничего нет, даже нет никакого офиса, что довольно странно в таком месте. Вот так выглядит историческая часть на сайте экспоцентра. 180 зданий всего. Около 180, потому что точно никто не знает, сколько их. Даже администрация, насколько мы их спрашивали. Ну, посчитайте. 180 зданий и 20 из них памятников архитектуры в свадьбе. Один из них уже утратил такой статус. Это ресторан Прага. После реконструкции ему добавили изыска и лоска. Но от этого он потерял первоначальный вид. Поэтому, я так понимаю, его не исключили, потому что, да, из списка. Но он не тот, какой был когда-то, которому помнят. Да, вот этот ресторан – это один из 12-ти ресторанов Киева, построенных в 60-х годах после войны. И он был одним из самых притягательных мест. То есть там очереди были постоянно. Причем была градация для клиентов, для дорогих. Даже дипломатические миссии там столовались. И для студентов. То есть был очень широкий выбор и гибкий подход клиентов, что очень интересно. Что такое ВДНХ? Это публичный простер, да? Дальше. Основной public space ВДНХ делает арт-пикник фравовой. Будем откровенны, это так. И это хорошо. Дальше. ВДНХ – это летние мероприятия, велосипеды. Также есть тропа здоровья, там Терренкур через лес. Дальше. Можно увидеть занятия, занимаются люди танцами фламенко в прекрасных павильонах. Пьют пиво, слушают музыку. Жарят самый длинный шашлык. И, конечно, катаются на велосипедах. Но в ВДНХ расположен первый перехватный велопаркинг в Киеве. Благодаря которому вы можете приехать из дальней точки, оставить велосипед бесплатно и поехать на метро. Дальше по делам. Еще на ВДНХ вводится эндемик красной книги. Это Лептоюли Семенкевича Кефсяк. Это такая многоножка, которая вводится только в Голосеевском лесу. Что на ВДНХ такого уникального? Это наследие. Фикторное наследие на самом деле очень уникальное. Это, конечно же, сталинский эмпир с примесью вавилонского стиля. Я не знаю, почему добавили вавилона туда. Но это реально храмы для торжественных церемоний. Очень качественно выполненные детали. Сейчас я не знаю, можно ли их восстановить, даже если у нас в Киеве мастерские такие. Это большие холлы, скульптуры с национальными мотивами. Мозаика. Девушка с помидором. Да, это помидор. ВДНХ имело очень... Оно было в былые времена более притягательным, ну как бы важным местом, чем является сейчас. Сейчас оно находится в заброшенном состоянии. Оно строилось в 50-х, 60-х годах как грандиозное, торжественное, инновационное, зрелищное пространство. Меняло много названий. Одной из них была выставка передового ДОСВИДУ, которое киевляне прозвали Выпердосом. Поэтому его быстро поменяли на выставочный центр или какой-то следующий. Но в сознании оно людей осталось. Дальше. Первый в МИГе монорельс. Монорельсовую дорогу построили тоже на ВДНХ в 67-м году силами активистов. Активистов Политехнического института. Это было место, где тусовались в хипстере 80-х. Какие есть проблемы в ДНХ, вызовы? Прежде всего, это управление. Можно понять по этой табличке. Это отключенная энергия. Теплицу с цветами топят дровами, которые рубят в лесу. Это ветхие здания. Половина из них упала. Экономическая непривлекательность. Такие большие пространства, павильоны. И там ничего не происходит. И маргинализация пространства. То есть мы видели вот этот огромный холл. И здесь мы видим вот такую распродажу разных китайских и местных товаров. Еще в самом начале 60-х годах активисты зеленого движения планировали присоединить ВДНХ к национальному парку Голосеевский. В 1972 году был создан первый проект. Вот мы видим отводку в этот парк. В 2008 он был создан, но ВДНХ осталось в управлении администрации делами президента. В 2004 году была принята парламентом, была принята комплексная стратегия развития ВДНХ, по которой к 2010 году должно было быть вот это все построено. Ну построили только метро на самом деле и все. И то из него нет выхода напрямую в ВДНХ, надо переходить снаружи, потому что гнали к дате и в сети было дорого перекладывать на тот момент. ВДНХ это постоянная борьба природы со стройкой. Есть масса проектов застройки ВДНХ, один из которых мы видим в предыдущем. Можно назад? Там очень интересное решение. Там вообще построены мосты через Голосеевский проспект и какие-то 50-этажные сумасшедшие дома. Очень хороший такой контекстуальный подход для города. Хорошо, что у нас не было столько денег, чтобы это воплотить. Вот мы видим еще много разных не менее прекрасных проектов. Последний, да, внизу справа, это проект детальный план планировки, который сейчас проходит общественное слушание. Часть из домиков справа, как вы видите, они уже построены и в принципе есть шансы, что остальное тоже достроят. Что мы сделали с ВДНХ? То есть мы были превышены на дискуссию с администрацией, которая придумала кинуть идею в массы и излечь какую-то стратегию развития для себя. Ну, как мы поняли, что у нас с ними немного на первых порах интересы разбегаются. Мы сделали форсайт, форсайт стратегии. То есть это не что нужно сделать, а как это нужно делать. Он есть в интернете, в принципе в конце будут ссылки на него, можно будет посмотреть. Он очень длинный, я его здесь не буду показывать. Потом мы его, этот форсайт, скинули всем знакомым профессионалам-урбанистам и получили от них ответы. Вот, например, Штефан Нэтч, член САКАРП, он нам написал очень длинный, развернутый ответ, что нужно делать с этим. Это тоже можно посмотреть в интернете. Потом мы провели воркшоп, воркшоп на ВДНХ, в котором участвовало 3 команды из 22 участников. Три дня мультидисциплинарные команды создавали стратегии развития. Дальше. Мы поехали на ВДНХ сначала, конечно же, воочию убедиться, что там происходит. Дальше. Потом долго-долго, бурно общались, совещались, критиковали друг друга и в итоге получили три стратегии. Одна из них называется ВДНХ, изюминкой которой стал советский тематический парк Комрадланд. Вторая – территория возможностей. И третья – пульс леса. Всех их можно найти в интернете. Еще интересная деталь, что мы не только делали стратегии, но и моделировали пространство физическое. Делали зонинг для этой территории благодаря ГИС-ассоциациям, которые нам очень легко и быстро это все создали. Роман, я, как участница воркшопу, хочу задать вопрос. Скажи, пожалуйста, Чи будет продолжение? Если будет, то в каком направлении оно будет? Шановная СССР, Ви брали участь в этом воркшопе и вы видели, что мы сделали сценарии, которые инвесторам показали недоостаточно, потому что там нет цифров. Мы ничего физического не разрабатываем. А продолжение будет? А продолжение может быть. Но, я думаю, что, в целом, есть несколько домов, чтобы провести несколько воркшопов с детьми, например, с профессионалами-проектуральниками из СОКАРП и САУ. И, может, еще с кем-то. На этой территории нужно много думать, чтобы решить, как их лучше использовать. И гуртом. Ну, следуйте за новинами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...